здравствуйте а и здрасте вам вы гражданин украины да а по национальности кто украинец меня вот как гражданина узбекистана интересует вопрос что нужно делать или не нужно делать гражданам узбекистана чтобы не лишиться контролями на территории как лишилась украина над крымом и городами донецка луба во-первых необходимо очень четко понимать что вам нужно делать против русского мира что такое русский мир я вот не знаю а вы не знаете что к русскими это когда но вы же владеете русским языком владею я на четырех языках свободно да а узбекский вы понимаете конечно вот вам необходимо сделать так что сегодня у вас какая-то часть вашего населения говорит на русском языке а завтра к вам приходит гиркин с автоматом и говорит что это наша земля шеете города на территории узбекистана основаны русскими что это русские города вот вы из какого города есть армия тормеза это русский город конечно русский город ну вот ждите гиркина замечательно то есть нужно чтобы люди не говорили на русском языке необходимо ров с крокодилами вы должны бороться с совка дрочерством конечно же потому что именно это любовь любовь к совку к убийцам к душегубам вот этим вот соперникам гитлера вот это все питательная среда для вот этих духовных скреп вот смотрите у нас город харьков советским союзом что что то есть нужно бороться с любителями советского союза и с русским языком да необходимо знать правду про советский союз так же точно как необходимо знать правду про гитлеровскую германию также точно надо знать правду про путинскую россию и про сталинский советский союз. Конечно, замечательно. Необходимо знать правду и про коричневые концлагеря. И необходимо знать правду про красные концлагеря. Про соперничество между двумя вот этими душегубами. Какие концлагеря лучше? Потому что Совок думал, что красные концлагеря правильные, а немецкие коричневые, неправильные. Именно же Советский Союз был самым верным сторонником гитлеровской Германии. Да, да. Что делали граждане Украины, что в результате получили потерю контроля над Крымом и городами Донецк и Луганск. Что они делали? А мы не будем этого делать. Вы можете сказать? Вот. Так вот, смотрите, мы бы потеряли бы гораздо больше, если бы мы не сопротивлялись вот этой вот Мордору, вот этой вот путинской агрессии. Мы, 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 подождите, я же договорюсь сейчас. Давай. Мы думали, что россияне это наши братья. Это была наша ужасная ошибка. Мы не строили свои вооруженные силы. Мы полагали в нашем генштабе, разрабатывались планы, что это Румыния, с Румынией у нас какой-то пограничный конфликт, а братья из, на России, вместе с братьями из России. На России это что такое? Подождите, я договорю. Захотите, поймете, как говорится, включите мозг. Вот. И вместе с братьями из на России мы отражаем вооруженную агрессию со стороны Румынии. Вот это мы сделали. Мы не понимали, что этот Мордор, мы не понимали, когда была агрессия против Грузии. Мордор, это какой-то футуристический мир, что ли? Еще раз. Мордор, это что такое? Какой-то футуристический мир? Нет, это современная путинская Россия. А, это называется она Мордор, да? Ну, разумеется. Поэтому вы лишились территории. Ну, такой, конечно, токсичный такой вурдалак. Это раковая опухоль, которая не может жить. Мордор, мы поэтому лишились территории, контроля над территориями. Нет. Мы не знали, что сущность этого Мордора и не развивали свои вооруженные силы. Мы думали, что на России братья и получили братские танки, братские грады, братские пушки, братские снаряды, братских их там нетов. И рассказов братьев, что, оказывается, форму можно купить в любом военторге или в супермаркете. Вот такая вот подлость. Мы не думали, что среди простого населения России преобладает лживость и подлость. Что именно эта поддержка простого народа, поддержка агрессии, что это явится питательной средой для, так сказать, путинского режима. Ну, как с Гитлером, когда это было. И поэтому граждане Узбекистана и граждане Украины не должны ездить на заработки в Россию, правильно? Я считаю, что это совершенно ошибочно. А те граждане, которые ездят из Украины в Россию на заработки? Они совершают ошибку. Сейчас таких граждан уже гораздо меньше. А, меньше стало. Конечно. Ну, коронавирус, да, конечно. Не только. Некоторые поумнели. Потому что вы понимаете, что когда есть возможность сравнить современную путинскую Россию с более нормальными странами... Разумеется. Разумеется. За 30 лет, вот у вас был недавно, как это, день незамисимости, незалежности, да? А у нас будет 1 сентября. Вот Узбекистан, смотрите, с чем подходит. Население в два раза увеличилось в Узбекистане. Построены заводы автомобильные, автобусные. Добыча золота растет, нефти, газа растет. Средняя зарплата увеличилась. А Украина как ответила, с каким результатом в 30-летие? Конечно же, это развитие прежде всего... Вы спрашиваете меня, чтобы я ответил вам, или вы отвечаете за меня? Ну, по пунктам. Население. Еще раз. Если вы хотите сказать, чем мы пришли к этому празднику, я вам отвечу. Население, первый пункт. Население, к сожалению, у нас уменьшилось. Какой завод построен? Не в первом, не во многом, благодаря, конечно же, войне и агрессии братского на российского народа. Какой завод построили? У нас построен не только завод, а у нас построены более передовые отрасли. Например, IT-сфера. То, чего не было при Советском Союзе. Вот, например, Украина. Подождите, не перебивайте меня, я же отвечаю вам. А вам не нравится мой ответ, и вы меня перебиваете. Это нехорошо. А IT-сфера дальше? Это самое, это то, чего не было при Советском Союзе. И обратите внимание, что IT-сфера, она любит свободу и демократию. Снимите очки, чтобы я видел ваши глаза. Вас Россия будет унижать всегда и унижала. Вы недостойный народ. Вас лишат государственности. Я понял. Вы, ваши нацистские высказывания, пожалуйста, оставьте при себе. Лично я с большим уважением отношусь к узбекскому народу, а вы допускаете нацистские высказывания. Можете дальше разводить руками, рассказывая, вы боитесь снять очки, потому что подсыкаете, потому что вы оправдываете русский мир на территории Узбекистана. Можете все, что угодно тут рассказывать, но вашу сущность мы будем знать. Сними, сними очки, ты же засышь снять очки. А я с вами на ты уже перешел. Засышь очки снять. Я еще раз спрашиваю, засышь очки снять. Вы можете... Все, засал. Я не буду снимать очки. Засал. Я понял. Все. Продолжение следует...